Вы все говно! Вы все говно! Говно должно говорить громче! Мы говно! Здравствуйте, дорогие друзья! Прошу прощения, что начал с этой фразы. Но именно эта фраза самая, наверное, актуальная для первого дня работы курьером. Я думаю, без разницы каким, вело, авто, пешим, абсолютно без разницы. Потому что единственное, что вы будете слышать в этот день, по крайней мере, от программного обеспечения, то, что вы неудачник, лох, говно, то, что вы ничего не успеваете, то, что вы все просрали на свете, то, что вы самый последний раз последний мерзавец. Соответственно, приходя к клиентам, никакого желания получать чаевые нет. Одно желание только скорее отдать заказ, скорее лететь на следующий заказ. Итак, сегодня мой первый день работы в доставке. В доставке на моноколесе. Но поскольку работы сейчас у меня немного по страховому бизнесу, и доходы упали, минимум в два раза у меня платежи остались, нужно зарабатывать деньги, я решил устроиться в доставку, в Яндекс.Доставку, по слухам, она неплохая. Для этого мне необходимо было поменять свой телефон, который у меня айфон, на который я сейчас снимаю, на андроид. Я приобрел по совету друга в долг телефон Redmi C10, по-моему, он называется, Xiaomi. Вот, он работает с программами Яндекс.Доставки, и с Яндекс.Едой он будет работать, потому что, если просто Яндекс.Доставка вроде как говорила, что можно работать с айфоном, но чтобы не рисковать, все-таки вот на андроиде я работал сегодня. Короче, сегодня у меня было два заказа. Ну, как два заказа? Доставки у меня было четыре, а заказа два. Один корпоративный заказ, это, я так понимаю, от магазина Пятерочка, от одного и от второго, то есть я приехал в магазин Пятерочка, естественно, ничего не знаю, куда идти, чего спрашивать, но везде люди радушные работают, то есть спросил, показали, подсказали, куда смотреть, что надо там последние цифры заказа набирать, называть. В общем, короче, в первую Пятерку приехал, дали мне пакетик, поехал, отдал счастливому клиенту в Хрущевочку, дальше поехал в следующую Пятерочку, опять-таки получил заказик, опять поехал еще неподалеку, еще одному человеку отвез покупки с магазина. Все, в принципе, просто. Естественно, у меня первый день, мне волнительно, поэтому я ничего не знаю, куда обращаться, кому обращаться. Карты на Яндексе неточные, навигация работает вообще непонятно как. То есть она предлагает построить какие-то маршруты, мне маршруты не нужны, ты мне точку просто покажи, куда приехать, и все. А он предлагает построить маршрут, и я выбираю, он, по-видимому, время вычитает, и если я в это время не укладываюсь, то он мне выдает, что я типа нарушил корпоративный устав, приехал поздно, я козел. В общем, никаких похвал не ждите. Вы говно, будете говном. Почему это делается, я так понимаю, чтобы вы просто летали, зарабатывали деньги, работали как можно больше, и у вас даже мысли не возникало, что кто-то вам что-то должен. Никто вам ничего не должен. В моем случае я катал на колесе, я получал удовольствие. Это для меня очень хорошо. Вот я выполнил два заказа, это четыре доставки, на секундочку, и доставочки такие, сейчас посмотрим. Так. Доставочки сегодня. Я заработал 292 рубля, 300 рублей, грубо говоря. Там, наверное, штрафы какие-то, еще что-то. Сейчас попробую увидеть. Я не птица говорун, я сообразительностью не отличаюсь, я все делаю медленно, размеренно, хорошо, чтобы запомнить. Дальше, конечно, скорость возрастет, и все остальное, но я так подозреваю, что никаких там медалек не будет, ни за что. Там нужна чисто работа. Вот два заказа, вот я приехал сначала на Ренинский проспект, этот корпоративный, да, вот можно посмотреть. Тут по километражу-то небольшие расстояния, но дома, я поскольку не знаю этот район, то вот приходилось постоянно включать карту, смотреть. Корпоративный тариф, длительность поездки у меня получилась 20 минут, то есть две доставки я сделал, по идее, за 20 минут. Странно им, что им что-то не понравилось. Я хоть и не спешил, и аккуратно все делал, но вот, тем не менее. А потом меня погнало вообще на Пулковское шоссе, это там где те, там где, как же, парнишка, который на Кингсонге 16X, Тредлокмонт живет, там жуть, жуткая вообще, как там, там надо знать инфраструктуру, где переходить, где перебегать. У меня на Супиксе еще ручка сломана, поэтому мне приходится в руках его таскать. В общем, короче, погнал он у меня в лето, и там мне еще упало, типа, два заказа. И странно, вот за эти два заказа, один в Литуаль, другой в детском мире. И вот, как ни странно, вот за эти два заказа мне всего лишь прилетело 178 рублей, то есть так, Среднерогатская улица. А второй доставки я здесь вообще не вижу. Потому что у меня Среднерогатская улица 10, Среднерогатская улица 11, то есть, вот я в лето приехал, там Детский мир на втором этаже, и Литуаль на первом этаже. Что-то там, видать, что-то они мутят, короче. Я приехал, два заказа забрал, два заказа забрал. И вот за два заказа, то, что вот я оттуда из Литуаля и из детского мира квадрокоптер привез на Среднерогатскую, я вот за это заработал 178 рублей. Мне надо было прийти в два магазина, получить два заказа и ехать. В этом плане, конечно, выручать то, что в больших комплексах там тележки, и то, что я с собой взял в рюкзак обязательно пакет для колеса, то есть, я взял тележку, поставил, я лоханулся, сейчас расскажу. Я не птицеговорон, иногда такие вещи там совершаю, что чувствую, что дебил. Вот просто я, когда понимаю это, я говорю, ну я дебил. Там две тележки стояло, да, я их расцепил, десятку вставил, но взял ту тележку, в которую десятка не вставлена была, но больше она мне понравилась. Вот такая я лошара. И, короче, покатил. Ну, выхожу, думаю, ну что, надо сэкономить 10 рублей, пошел на парковку тележек, вытащил колесо, все, ставлю тележку, вижу, десятки нет. Лошара, лошара. Вот, минус 10 рублей, так что из этого дохода надо еще 10 рублей на тележку вычесть, которые я профукал. Ну что, короче, вот работал я, грубо говоря, со всеми делами часа три. Вот пока я доехал, во-первых, до Ленинского проспекта, с проспекта Юрия Гагарина, потом, пока я доехал до этого центра лета, часа три у меня прошло, я все делал, конечно, аккуратненько, не спеша, читал много раз, там, куда, доставка, еще что-то, в общем, я очень переживал, очень волновался, очень хотелось сделать так, чтобы все было замечательно. Естественно, когда ты волнуешься, все получается не так хорошо, не так быстро, как могло бы получиться. Но это опыт, это опыт, я был готов к этому негативному опыту первому. Поэтому, так, в принципе, вот, 300 рублей я заработал, 328, грубо говоря, рублей. Поздравьте меня с первым заработком. Там, за вычетом штрафов, да, 292, вычитаем еще 10 рублей, которые я просрал на тележку, это будет 282 рубля. Если вы рассчитываете на чаевые, не рассчитывайте, друзья, не рассчитывайте ни в коем случае, потому что народу такой привычки нет, народ сейчас на всем экономит. И запомните ключевое правило, вот, если вы работали когда-нибудь куьером, кем-нибудь, таксистом, еще каким-то, всегда давайте на чай. Всегда. Вообще насрать, сколько вы дадите? Там, 10, 20, 30 рублей. Я меньше полтинника не даю. Запомните, человек, он раб, он летит к вам, он делает работу, он делает работу за копейки. За копейки. И если вы его не готовы отблагодарить, хотя бы там, 10 рублями, 20 рублями, 30, вы поверьте, вот даже если вы 10 рублей человеку дадите на чай, вы его ошарашите, потому что, ну реально, я приезжаю, поскольку меня сто раз назвали говном, прежде чем я заказ отдал, то есть мне сказали, ты не выполнил условия, ты опоздал, ты приехал поздно, ты все такое, ну блин, какие, у меня единственное желание поскорее отдать заказ, все сделать правильно, без косяков, ни о каком чае я не думаю, естественно. И, друзья, если вы дадите своему таксисту, курьеру на чай, это здорово, это очень хорошо, это значит, что вы классный, порядочный человек, я всегда даю на чай, я через себя меняю этот мир в лучшую сторону, поскольку мы все-таки должны понимать, что этот курьер вместе с вами в одном окопе будет сидеть, понимаете, это не то, это не игра, в которой там, если вы выжили, вы молодец, нет, друзья, мы живем в замечательной, прекрасной стране, давайте делать ее лучше, вы можете это сделать легко, если поблагодарите человека, который вам сделал доставку, он к этому не привык, ему будет приятно, дайте хоть чуть-чуть, 10-20 рублей, вы на заправку приезжаете, я всегда заправляю сам, потому что я понимаю, но если человек работает, надо его отблагодарить, ну, зачем, я сам сделаю, но если здесь, вот мы выбрали, да, вот в таком мире потребления мы живем, что доставка стоит копейки, нам привозят, человек трудится, ну, блин, ну, в этом случае, конечно, мой первый день, мне не то, что чаевые не нужны были, мне просто нужно было все сделать правильно, мне нужно было сделать правильно, я долго, долго не готов был подойти к доставке, именно потому, что вот тебе нужно превратиться в говно и в раба, и кататься, и делать эту неблагодарную работу, это очень тяжелая работа, очень тяжелая и неблагодарная работа, поэтому, дорогие друзья, если заказываете доставку, обязательно, обязательно своему курьеру дайте на чай, хоть там 20 рублей дайте, он будет счастлив, человек будет просто счастлив, реально, вот вы отметили его, как спасибо, понимаете, только которое капает, и на которое он сможет там еще в своей семье что-то купить, ну так вот, выехал я сегодня под вечер, поработал чуть-чуть, новостроек, я думал, что новостроек, может быть у нас мало заказов, будет мало, нет, заказы есть, единственное, наверное, надо будет короб, с коробом говорят, там побольше денег, то есть в Яндекс.Еду надо будет устроиться, и возить людям суши, пиццы, и все остальное, возможно, там будет поприятнее, потому что, когда тебе с пятерочки, так и так, с эконом-магазина, привозят продукты, то тебя жаба душит, естественно, там на чай дать еще что-то, ну хорошо, уже спасибо говорят, или дизы не ставят, это уже тоже хорошо, по большому счету, мы помогаем, можно сказать, что вы помогаете людям, которые там маломобильные, там не то, что им лениво ходить, ну они маломобильные, могут себе позволить, ну не отвлечься им, с детьми они сидят, еще что-то делают, а мы здесь им по большому счету помогаем, и за это еще деньги зарабатывают, когда мы делаем это на моноколесе, по большому счету, мы не устаем, ну только морально, Из-за ответственности, которая из-за постоянных контактов с людьми. Но я по контактам соскучился, поэтому для меня, может быть, даже в удовольствии больше общение. Вот то, что я на точку приезжаю, там заказ беру, это, это. Постепенно я опытом обрасту, сейчас мне будет попроще с этим заниматься. Возможно, и доходы чуть-чуть вырастут. Но пока я понимаю реально, что вот за три часа заработать там 300 рублей, 100 рублей за час, это, конечно, ну, блин, это низкооплачиваемая работа, друзья. Получайте хорошее образование, получайте хорошую работу. Иначе вам придется работать в доставке. Все эти сказки про то, что вы там можете 300 тысяч заработать в месяц в доставке, можете, наверное. Да, если в робота превратитесь, ничем другим заниматься не будете. Безусловно, сможете там. Грамотным, если станете, ушлым там станете. И если ради пиара вас еще захотят подогреть, чтобы остальные друзья такие шли ваши тоже в доставку, то, безусловно, вам там могут, наверное, и 300 тысяч поставить. Но это ненадолго. Это, может, в пик один месяц так, чтобы все, о, как русская лота кто-то выиграл, смотрите, он выиграл, да, и все остальные побежали. Нет, это чертовски тяжелая работа, чертовски тяжелый труд. Возможно, возможно, когда я буду работать с коробом, там какие-то подороже будут заказы. Возможно, когда я пойму, что такое со слотами работать, тоже что-то будет поинтереснее. Пока вот я просто дома сидел, врубил, хоп, заказы, мне заказ пришел, я зубки почистил, оделся на колесо, спрыгнул, поехал на Ленинский, не спеша, спокойно. Ну вот, по-видимому, я выбрал там маршрут, наверное, самый короткий. Я все равно не по маршруту ехал, я ехал как вот мне надо. А он может вообще меня как за автомобиль считал, бог его знает, как это приложение работает. Вот, в общем, оно с тем, что я выбрал, оно не стыкуется. Наверное, надо выбирать мне маршрут самый дальний, самое долгое время. Тогда не будет нюансов возникать. Ну, опыт придет, опытом я с вами обязательно поделюсь. Работать мне надо будет продолжать, потому что хоть вот 282 рубля, но я сегодня заработал. Опять-таки, червоненицы я просрал на тележке, вот, поэтому 282 рубля я заработал. Ну, я посетил центр лета, я в лето никогда не был. Я посетил районы новостроек, там посмотрел, какие дома там, 5-е, 10-е, посмотрел людей, посмотрел инфраструктуру. Окончательно убедился в том, что на зле там делать нечего вообще. Во-первых, потому что педали широкие, рядом с людьми проезжать неудобно, можно по ноге заехать. А во-вторых, там где новостройки, там обязательно эти деревянные переходы, и там перепады между досками. Если на обычном колесе ты спокойно по ним едешь, то зло будет вправо-влево тебя тягать, а это не очень комфортно. В общем, на Супиксе я сегодня работал, все хорошо, плохо, только что ручка у меня сломана. Ручку надо будет обязательно починить, потому что без ручки работать тяжело. В тот же самый магазин прийти, надо, в общем, колесо прокатить. Обычно залы корпоративного обслуживания в конце зала. Либо в начале зала где-то оставить, либо что-то сделать. С замком надо что-то придумать, замок надо прикрепить к колесу, чтобы постоянно из рюкзака его не доставать, чтобы можно быстро его в подъезд зашел, прицепил к батарее и поехал. На лифте с колесом я не советую кататься. Сегодня я катался, не советую. Ну, просто это правило технической пожарной безопасности. Не надо, просто не надо, друзья. Мало ли что. Поэтому проще оставить на первом этаже, пристегнуть к батарее, либо там на улице к чему-то пристегнуть. Лучше, конечно, на первом этаже в подъезде, там где безопаснее. Вот, спокойно съездить, сделать и колесо забрать. В лифте, в замкнутом пространстве, там, знаете, там лучше от телефона подальше держаться. Это не в плане паранойи, а в плане тех видеороликов, которые есть на ютубе, когда люди с электротранспортом заходят. В общем, если, короче, рядом со мной человек на самокате электрическом захочет зайти в лифт, я его пропущу вперед и поеду на другом лифте, друзья. Потому что это не шутки. Надо соблюдать технику безопасности. На бога надейся, сам не плашай. Так, колеса оставляем внизу, пристегиваем, спокойно едем, с заказом отдаем и возвращаемся. Колеса надо пристегивать обязательно. Сегодня один раз я не пристегивал, там под лестницу спрятал его так, закатил во включенном состоянии, оставил. Пристегивать надо, потому что у кого-то в роликах в Белоруссии, там, катал человек на Николе, и по ролику было понятно, что приехал в какой-то дом, поднялся на этаж, а колесо он оставил на первом этаже, и колеса уже не было. Не знаю, нашли ему колесо, нет, в Питере уверен, что нашли бы, потому что все-таки здесь и камеры, и все остальное. Ну вот, берегите колесико, это средство, которое позволяет вам там денег заработать. Я, получается, покатался, узнал новое для себя, улицы узнал, для того, чтобы узнать город, это классно. Вот одно это стоит уже, общение людей. Я уверен, что недельку-две я поработаю, я уже всех знать буду в округе, уже буду всех знать. Ну, если, конечно, у меня сил на это все хватит, силы здесь, конечно, моральные, моральные. Ну, потому что тебе все время говорят, что ты говно, вот, ну, а тебе надо все равно работать, идти к поставленной цели, мне надо погасить кредитные карточки, отдать долги, поэтому надо работать. Сегодня первый денек вот этому, по лайтовому я так поработал три часика, дальше надо чуть-чуть получше хотя бы минимум рубль выносить с этого всего, иначе это бессмысленная все, трата времени просто будет. Ну, по крайней мере, вот тоже 280 рублей на них я смог купить, там, и хлеба, и молока в семью, то есть уже с голоду уже не помрем, там, гречки килограмм. Так что, друзья, вот такие выводы у меня по первому дню катания, что хотелось бы отметить. Ну, я человек продуманный, поэтому я там теплую одежду взял, и перчатки двое я взял, и балаклава у меня надета, поэтому холода я не испытывал. Ну, а так, конечно, да, многие тротуары не убраны, кое-где приходится выезжать на проезжую часть, ну, там, естественно, где вот дворовые территории, да, чтобы просто не стеснять ни пешеходов, ни все остальное. Но все нормально, когда делаете не спеша, аккуратненько, все это получается нормально, хорошо и замечательно. Главное все делать без спешки. Как вот учимся на колесе, так и работаем. Без спешки, спокойно, без суеты. Запомните, вас никто ни за что не убьет. Накосячить можно, но в основном нас окружают прекрасные люди. Даже если они нам не дают на чай, это просто, ну, они не так воспитаны, понимаете, все не дают, и они не дают. Начните с себя. Я, чтобы мне человек что-то сделал, я его не поблагодарил. Спасибо, это хорошо, замечательно, человек за деньги работает. Поэтому, если я могу, минимум, конечно, я полтосик дам ему. Минимум. В последний раз я дал, мне привезли пицца, обычно я за пиццами сам ездил. Но здесь надо было и в магазин съездить, и детям подарок сделать. Поэтому мне привезли, вот я полтинник дал, очень переживал, что дал только полтинник. Но человек не воспринял вообще это, как чай. Он вообще ничего не понял. Он деньги взял, пошел. Он даже спасибо мне за это, наверное, не сказал. А настолько он был ошарашен. Просто люди не привыкли. Поэтому, друзья, обязательно, если вы хотите сделать этот мир лучше, если вы просите людей работать, а люди работают, работают за копейки, обязательно благодарите их, обязательно оставляйте чаевые. Это хороший тон. Просто если вы сами работали таксистом или курьером, и не оставляете ночей, то вы просто мудак. Извините за выражение, но вы мудак. Страшный мудак. Обязательно, обязательно. А так вот, благодаря колесу, я выехал на хлеб, на еду, я смог заработать. На паперти мне не надо было стоять. Вот, если бы я работал больше, соответственно, я заработал бы больше. Я так понимаю, если я в Яндекс.Еду устроюсь, там мне короб дадут, то там будет еще чуть-чуть побольше. Если я буду работать на слотах, я еще не совсем понимаю, как это, но я думаю, что там тоже будет побольше. Ну, и если я буду все вовремя успевать, опять-таки, тоже там не будет никаких вычетов, и, может быть, тоже доход вырастет. Так что, вот, друзья, итог моего первого рабочего дня на моноколесе, как курьера, конечно, да, вы можете, он плачевный, да, но я работал всего лишь там три часа, может быть, поменьше даже, чем три часа. Вот, съездил, приобрел кучу опыта, покатался на колесе. Самое основное, это то, что я катаюсь в удовольствие этого. То есть, хорошо, мне хорошо. Вот, на перекрестках, на пешеходных переходах я кручу. Все едут на красные, курьеры и пешеходы, которые домой спешат. А я кручу, потому что мне на колесе хорошо. Хорошо. А мне еще, получается, за это хорошо платят деньги. Я прокачиваю свое общение. Да, в кулачок я собираю все это, да, конечно, неприятно за копейки работать. Но для... Я все-таки для вас материал тоже делаю. Меня это тоже так чуть-чуть подогревает. Я город свой узнаю чуть получше. Да, потому что, ну, это приятно, это прикольно. Так бы я не поехал ни за что туда. А так я могу и в дом зайти, и посмотреть, как обстановка там, то есть, какие там лифты, как все. То есть, у меня окружение, карта моя, 3D-карта вокруг, она лучше делается. То есть, город становится более мне родным. Еще больше родным. Поэтому я доволен своим первым рабочим днем. Конечно, я лошара. Я косячу. Слава богу, не фатально. Слава богу, штрафы упираются только в то, что я по времени что-то не успел. И то, я думаю, что это из-за того, что я что-то вовремя не нажал. Потому что, ну, я на колесе. Я быстрее, чем все, все равно. Даже когда я езжу, очень аккуратно. Поэтому я думаю, что здесь это что-то такое программное. Им надо. Это как Андрюха. Вот мой друг работал в Петровиче. И там им не давали ни минуты передыху. Им обязательно там находили работу. Вот он работал там за копейки, за копейки. И пахал от самого утра до самого вечера. И за копейки все это делал. Обещали там горы небесные. Нет, работали за копейки. И работали так, вот как умеют загружать. А поверьте мне, буржуи умеют загружать. Работников опыт собран, накоплен такой. Поэтому спокойно, просто спокойно относитесь к этому. Тут можно стресс такой словить. Потому что реально тебя все время называют говном. Потому что ты неумеха, неудачник. И всегда запомните. Когда куда-нибудь приходите, я всегда говорю. Друзья, я первый раз. Я первый раз. Я тупой. Я ничего не знаю. Пожалуйста, помогите. Все. Тогда люди нормально относятся. Не надо строить из себя ничего такого. Поверьте, люди там работают не один год. Они молодцы. Все. Проявите к ним уважение. Они обязательно вам помогут. В тех же самых магазинах, в точках выдачи. Потому что даже посмотреть заказ, посмотреть, что сделать, я не мог, потому что я пользуюсь этим телефоном один день. Один день. Пришлось на андроиде поработать. Я могу нажать сейчас получать заказы. И мне... Вот я сегодня сидел, просто думаю, получу заказ. Обычно я выезжал так на улицу и нажимал. И ничего не было. А здесь у меня вот рейтинг как бы плюс 5 стал. Потому что я там оплату поставил. Еще что. Я так понимаю, короб получу. У меня рейтинг еще выше станет. То есть, будут, может быть, другие работы предлагать. Но об этом во всем я вам расскажу. Во второй части. Надеюсь, она будет не такая длинная. Смотрю, уже 23 минуты я с вами общаюсь. Но надеюсь, для кого-то это будет полезно. В общем, я сделал первый шаг. Работа эта очень тяжелая. Доставщикам, если кто-то думает, что это простая работа, это очень тяжелая работа. Очень изматывающая работа. Неблагодарная работа. Никто вам спасибо говорить не будет. Кроме клиентов, к которым вы приходите. Помните о том, что вы людям помогаете. Помните вот об этом. Это вас будет на плаву держать. Это то, что копеечку вы заработаете. Ну и, конечно, если вы курьеры, вам оставили чаевые. Уж будьте добры. Скажите спасибо так, чтобы человек понял, что он действительно молодец. Похвалите его, чтобы он всегда так делал. Все. Всем, кто смотрел лайкусики от меня вот такие огромные. Будьте здоровы. Вставайте на колеса. Я сейчас свой навык монетизирую. Если хотите встать на моноколесо, я вас обязательно учу. Объявление у меня есть на авито. Курс стоит полтора рубля. Это совсем дешево. Но по сравнению с этой доставкой, за час я вас поставлю на колесо и заработаю полторы тысячи. А здесь я работал три часа. Я заработал 280. Так что лучше, друзья, я вас буду учить на моноколеса. А вы уже будете зарабатывать бешеные бабки в доставке. Все. Всем пока. Спасибо, что смотрите. Все лайки вам.